Здравствуйте! В темное время суток риск попасть в ДТП для пешеходов возрастает. Сотрудники ГИБДД предупреждали горожан об опасности. Подробности далее. Осень. Утром темно, вечером тоже темнеет рано. Восприятие окружающей обстановки в таких условиях меняется. Дополнительные трудности возникают при вождении автомобиля. Водитель может ослепить свет фар в дождь, видеть дорогу, четко мешают блики от асфальта. Вот что об этом говорят инструкторы автошколы. Во время сумерок ближнего или дальнего света фар недостаточно для того, чтобы подсветить дорогу, либо ту область, в которой мы едем. А зрачок не успевает расшириться до тех размеров, чтобы адекватно реагировать на затемненную обстановку. Пожалуй, главный вопрос сейчас – как вовремя увидеть человека на дороге. Пешеходы, несмотря на мощную пропаганду светоотражающих элементов, крепить на одежду их не хотят. Одеваются предпочтительно в темных тонах. В результате становятся совершенно невидимы глазу водителя. Вот по обочине идет мужчина. Дорогу подсвечивают фары автомобиля, но человека не видно. Если сейчас он соберется перейти дорогу, автолюбитель заметит его в последнюю секунду и может произойти наезд. Идете по обочине. Можно что-то было бы и поярче одеть. Я понимаю, что с корпоратива, с веселья, с какого-то. Сейчас пойдете по обочине. Никто вас не видит. Я честно хочу, что вам видели. Чего не хотите? Не хочу. Мы хотим, чтобы вы под колеса автомобиля просто не попали. Я не держался, честно говоря. По тротуару уже шел. Нет, по тротуару вышли. Просто сейчас там начнется уже обочина. Улица Архангельская. Участок проблемный. Пешеходы здесь часто выбегают из-за кустов в неположенном месте. Вовремя заметить их сложное днем практически невозможно в темное время суток. Именно здесь год назад произошел трагичный случай. Под колесами автомобиля погибла женщина. Понятно, что у нас разрешенная скорость в городе 60 км в час. Но это аварийный участок. Потому что здесь бывали случаи, когда бегают пешеходы. Здесь от деревьев тень падает. Пешеход выходит на проезжую часть. Его, к сожалению, не видно. И водителю ничего не остается, как... Ну, только сбить его, наверное, скорее всего. Потому что хотелось бы вас попросить о том, чтобы на таких участках, где мало освещено, где недостаточной видимости, чуть-чуть сбавлять скорость и более тщательно смотреть по сторонам. Еще одно правило для водителей. Если видите, что в соседнем ряду машина встала в зоне пешеходного перехода, остановитесь и вы. Не надо полагать, что успеете проскочить. Еще один пешеходный переход на улице Архангельской в районе автомойки. Эта зебра не раз фигурировала в сводках ДТП. Понаблюдаем за водителями. Некоторые водители успевают вот-вот затормозить перед пешеходным переходом, забывая про рекомендацию. Подъезжая к зебре, снизь скорость. Товарищ водитель, с моста спускаетесь, несетесь, впереди пешеходный переход. Я развенеслась. Ну, вы сбавляйте скорость, хотя бы вы подъезжаете к пешеходному переходу. Я не знаю. Пешеходный переход данный, он аварийный. Здесь постоянно кого-то сбивают, здесь постоянно происходит ДТП, люди страдают. Я, конечно, я понимаю, но я не внеслась, я ехала нормально, у меня превышение. Я вам рекомендую, подъезжая к любому пешеходному переходу, сбавьте скорость, даже если она разрешена 60 км в час. Бавьте до 40, нажмите лишний раз на педаль тормоза, хуже от этого никому не будет, ни вам, ни пешеходам. Потому что у нас пешеходы, к сожалению, не настолько дисциплинированы, как водители. Я согласна. Ходят и в темном, не видно их. Да и сами пешеходы невнимательны. Чуть бросили взгляд на проезжую часть и пошли. Не хотят усваивать такое простое правило – не вступать на зебру, не убедившись, что все машины остановились. Во всем темном. Они задумывались о том, чтобы что-то яркое на себя деть, хотя бы, когда находились на улице в темное время суток. Ну что-то, может быть, что-то блестящее, что-то заметно. А это уже улица Ленина, две автобусные остановки. Светофор всего в нескольких метрах, но идти до него людям лень. Перебегают дорогу в неположенном месте. Здесь тоже не раз происходили несчастные случаи. Некоторые из них заканчивались для пешеходов смертью. Вообще непонятно, как некоторые люди, которые ни разу не садились за руль автомобиля, могут наивно считать, что понимают, как будет действовать автолюбитель, думать, что могут оценить расстояние до приближающегося транспорта. Идите по обочине, вас не видно в темном во всем. Штаны только светлые одни. Водителям-то что делать? Я вот увидел вас только за 20 метров. Вот так получилось, а вот ну-то что делать водителям? Ночью на улицах города не такое интенсивное движение, но это не дает права пешеходу переходить на красный сигнал светофора. Двигаясь на зеленый сигнал, водитель не всегда подумает, что вот сейчас придется применять экстренное торможение. Поэтому в большинстве случаев для пешеходов нарушение ПДД оборачивается плачевно. И так в темное время суток риск возникновения ДТП с участием пешеходов возрастает в разы. Поэтому водителям надо строго соблюдать ПДД и самое главное контролировать скоростной режим. Пешеходы должны запомнить, переходить надо по зебре, соблюдая меры осторожности и, конечно, на зеленый свет. И как всегда напоминаем, не надо надеяться, что с вами никогда ничего не случится. Люди, которые пополнили страшную статистику, думали точно так же. На этом все. Увидимся во вторник.